Здравствуйте! В эфире телеканала «Вектор» программа «С верой, надеждой, любовью» и я ее ведущий Валерий Усманов. Наша программа будет интересна каждому, кто ставит во главу угла духовные ценности и задумывается о вечном. Сегодня мы расскажем вам про изготовление окопных свечей в воскресной школе и благотворительной акции, которую провели губкинские мусульмане в День защитника Отечества. Также мы узнаем, как бороться с грехом зависти и в чем заключается духовное значение Великого Поста. Перед Великим Постом в христианских странах издавна было принято устраивать масштабные народные гуляния, чтобы в последующие семь недель до Пасхи сосредоточиться на посте и молитве. В воскресной школе при храме святителя Николая Мерликийского масленицу отметили, как полагается. Но, несмотря на праздник, добрые дела никто не отменял. Часть учеников вместе с преподавателями изготавливали самодельные окопные свечи, которые отправят солдатам в зону проведения специальной военной операции. Масленица, блинница, объедуха, сырная неделя – как только на Руси не называли всеми любимый народный праздник. О его обычаях, традициях и духовном смысле ученикам воскресной школы рассказал отец-настоятель Валерий Колесников. Сегодняшним днем мы подготавливаемся к посту, который необходим для очищения человеческой души от греха. И он предваряет собой праздник Пасхи, то есть день всеобщего воскресения, день жизни и радости. По этой причине мы на сегодняшний день этот праздник стараемся отметить, как и всегда. С радостью и весельем, с гуляниями, вкушением блинов, для того, чтобы поподчивать свою немощную плоть и духом возликовать, подготовившись к основному событию – к очищению собственной души во время Великого Поста. После чаепития для собравшихся провели игровую программу во дворе храма. Проводились прыжки в мешках, потом перетягивание каната, кто дальше кинет валенок и бои на мечах. В принципе, детям нравится, а это самое главное. Если им нравится, то значит все проведено успешно. Одно из помещений воскресной школы превратилось в настоящий свечной завод. Сообща, любое дело спорится. Ребята вырезают из гофрированного картона фитили и вставляют их в пустые консервные банки, а преподаватели растапливают воск и заливают его в заготовку для свечи. Наше население, я вам скажу, откликнулось сразу же. В первое воскресенье мы начали уже принимать. Люди шли с пакетами, шли с коробками. И мы начали изготавливать. Но вот как дети в моем классе, они говорили, Елена Юрьевна, вот мы сейчас сидим в тепле, а солдаты наши в окопах. Там холодно, там может даже иногда и голодно. И на самом деле свечи это изготавливались еще со времен Первой мировой войны. И свечи, именно восковые свечи, они дают очень большое тепло. С помощью окопных свечей сушат одежду и обувь, подогревают продукты питания и обогревают помещение. Они горят до пяти часов, их можно использовать несколько раз, то есть тушить и зажигать вновь. Затем, как идут дела, наблюдает отец-настоятель. Протоиерей Валерий Колесников убежден, приобщать детей к помощи нашим военнослужащим – дело благое. Когда они своими руками изготавливают блендажную свечу, а она дает не только тепло и свет, но в первую очередь показывает заботу и внимание любящих сердец. И вот эта искорка любви, надежды на ближайшее окончание войны, она и вкладывается в эти блендажные свечи. Мы ждем с нетерпением наших воинов, с победой. За одно воскресенье удается изготовить примерно 100 свечей. Когда сделают 500, их отправят в зону СВО. Ученики воскресной школы намерены помогать столько, сколько потребуется. Мы ходим в школу, все и знаем, что нас защищают, наши русские солдаты. Им будет приятно получить от нас частичку нашего сердца. Я не знаю отвою, я изучаю нашу родину, они знают, что у них есть Россия, люди, которые за них поддержки, и они понимают, что они не одни, и у них есть своя компания, которая их поддерживает. Я знаю, как нашим солдатам на Украине в Донецкой республике очень тяжело сражаться, ведь у них должна быть поддержка, у них должно быть всегда тепло и моральное, и физическое. У них должны быть всегда хорошие мысли и здоровье. Я думаю, что это важно поддерживать солдат, которые защищают нас, нас и нашу родину. Я буду по возможности очень часто приходить сюда и помогать делать эти свечки. 27 февраля начался Великий пост. Время, когда каждый верующий старается переосмыслить свою жизнь, максимально удалиться от грехов и встать на путь добра. Великий пост в христианстве наиболее продолжительный и значимый. Это не только период отказа от любимой еды и привычек, но и молитвенное воспоминание о земной жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. О том, как достойно пройти 48-дневный путь к Пасхе, расскажем далее. История Великого Поста берет свое начало в античности. Как известно, слово «пост» происходит от греческого слова «опастия» и дословно переводится как «тот, который ничего не ест». Это понятие применялось к людям, которые придерживались лечебной диеты и отказывались от некоторых видов пищи с целью похудения или выздоровления. Христиане же постятся по подобию Иисуса Христа, который после своего крещения на реке Иордан 40 дней постился в пустыне. Святые отцы, мы знаем, написали большое множество творений и все это было основано на одной единственной книге – это Библия. Конечно же, в Священном Писании мы не найдем прямого указания на то, что верующий человек должен соблюдать Великий пост, Петров пост, Успенский пост и так далее. Но есть некоторые вещи, некоторые места, которые дают нам подсказки. К примеру, православный христианин, христианин вообще, он старается жить по Евангелию, во-первых, а во-вторых, подражать Христу. Целью Великого Поста является подготовка верующих к празднованию Пасхи. В этот период надлежит основное время посвящать молитвам и богослужениям, вспоминая смерть и воскрешение Иисуса Христа. Для смирения духа христиане отказываются от мясного, молочного, рыбы и ряда других продуктов. Помимо этого, христиане чаще прибегают к таинству покаяния и на время поста оставляют любимые развлечения. Человек любит смотреть, он привязан, например, к сериалам, либо к телевизору. Он понимает, что это как-то препятствует его духовной жизни. Поэтому Великий пост, да, я попытаюсь совершить над собой какое-то усилие и, к примеру, отказаться от тех же сериалов. Либо я люблю очень сильно поесть сладкое, я могу отказаться от сладкого. Но ради чего я это делаю? Человек должен понять, что он это делает. Прежде всего, ради Бога, ради своего изменения, чтобы он натренировал свою волю. В первые дни Великого Поста в храмах читают Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Его смысл – призыв к покаянию, к изменению образа жизни согласно учению Христа. Канон большой, в нем около 250 молитв. Их содержание отсылает нас к Священному Писанию. Когда человек слушает эти библейские повествования, короткие, особенно если человек более-менее хорошо знаком с библейской историей, он сразу начинает и узнавать даже себя в этих коротких историях. То есть, как человек может упасть в своих грехах и каково великое милосердие Божие для его прощения. Часто на время Великого Поста выпадают мирские праздники. Например, 8 марта – Международный женский день. Как правило, в большинстве трудовых коллективов вечером после работы проводят корпоративные вечеринки. Верующие христиане стоят перед дилеммой – пойти на общий праздник или же соблюдать пост, как того просит Церковь. Священники говорят, постное воздержание не должно отменять главную заповедь Божью – любви к ближнему своему. Здесь, как бы, два варианта есть. Либо совсем уклониться, что, может быть, иногда выйдет не очень красиво. Но если и второй вариант – это, конечно же, принять предложение, но сделать это для себя, для своей духовной жизни с минимальными потерями. Я предлагаю тебе посидеть за столом. Можно посидеть, но сесть поменьше, выпить поменьше, либо вообще не выпить, выпить сока. И как-то не сильно приобщаться к этим мирским разговорам. То есть, возможно, сделать это как можно скромнее. Зависть стирает все благие дела человека быстрее, чем огонь сжигает дерево. Так сказал один из подвижников пророка Мухаммеда, ученый-богослов Абу Хурайра. В религии и культуре грех зависти часто изображают негативным чувством, которое приводит к разрушительным последствиям – от подавленного настроения и нежелания чего-либо делать до агрессии по отношению к другим людям. Как с этим бороться, узнаем у служителей Аллаха. Зависть – это чувство досады, вызванное успехом или благополучием другого человека. Слово в древнерусском языке появилось только в XI веке, а глагол «завидовать», скорее всего, имел значение «видеть вдали или засмотреться». Зависть сопровождают такие негативные эмоции, как злость, обида, вина и даже подозрительность. Почвой для возникновения этого является глубокое и мощное ощущение недовольства собой и своей жизнью. Отчего же оно происходит? Во-первых, происходит, скорее всего, от того, что у человека, у самого вера слабая. Слабость веры. Нету знаний в религии, как поступать. Слабость в познании изречения пророка Мухаммада, в котором он говорит, что каждый мусульманин должен желать другому брату мусульману того же, чего желает самому себе. Зная эти слова, человек бы не завидовал, конечно. Один из самых ярких и хорошо известных примеров – история о братьях Каине и Авеле из Ветхого Завета, который в исламе называют Таурат. Сыновья Адама и Евы, земледелец Каин и пастух Авель принесли Богу дары. Овец от Авеля Бог принял, а плоды земли от Каина отверг. Каин позавидовал брату и убил его. Пророк Мухаммад, дабы благостоит его, Аллах и приветствую, сказал, зависть доведет человека до могилы, а верблюда до казана. То есть человек начинает из-за зависти болеть, тот, кому завидует, и животное может умереть, попасть, так скажем, в кастрюлю из-за зависти. То есть эта зависть, сказал посланник Аллах, это истина. Для того, чтобы избавиться от чувства зависти, необходимо найти причины ее возникновения, отпустить негативные эмоции и подумать, что нужно сделать для того, чтобы досить желаемого. Помимо этого, служители ислама говорят, необходимо вера в Аллаха. Она поможет обрести силы на борьбу с прегрешением и обрести гармонию, как с собой, так и с окружающими людьми. Известна притча, когда к пророку Мухаммеду и его сподвижникам попросился на ночлег некий человек, и посланник Аллаха сказал, что этот человек райский. Этот человек совершил молитву и лег спать. Ничего особенного этот человек не сделал. Наутро просыпаясь, тот сподвижник спрашивает, я слышал, что пророк сказал, что ты из райских людей. Что же ты такого делаешь, что тебя назвали из райских людей? Ничего особенного не делаю, сказал этот человек. Кроме того, как я не завидую никому. Я в этой жизни никогда никому ни за что не завидовал. Скорее всего, посланник Аллаха, зная об этом, сообщил, что я буду из райских людей, потому что я никому не завидую. Главная противоположность греху – добродетель. Совершение добрых дел и помощь нуждающимся позволяют не только исполнить волю Всевышнего и принести радость другому человеку, но и самим нам максимально удалиться от зла, стать лучше, нравственнее и счастливее. Ко дню защитника Отечества имам Губкинской мечети Абдулла Хазрат Айдаров, предпринимательница Зульфия Рожапова и общественная организация «Ветеран» провели совместную благотворительную акцию. Расскажем, как это было. У магазина «Халял» в районе Ник автоцентра небывалое оживление. Индивидуальный предприниматель Зульфия Рожапова регулярно протягивает руку помощи нуждающимся. Сегодня особый случай – День защитника Отечества. В автомобиль грузят продуктовые наборы. В них мука, мясо, рыба, крупы, масло, халяльная колбаса и торт. После отправляются по адресам. Первыми посещают, как принято на Востоке, старших жителей города. В такой день, в День защитников Отечества, дай Бог, чтобы все у вас было хорошо, чтобы беды и несчастья обходили ваш дом стороной. Хорошо? Хорошо. Дай Бог, мы еще увидимся не раз. Теперь примите от меня ответное. Мы желаем вам доброго здоровья, блага людям, окружающих вас. Спасибо, спасибо большое. Радости. Самое главное – здоровья. Берите пример с нас по долголетию. А мы вас подождем. За один объезд посетили 12 адресов. Среди них пожилые губкинцы, в том числе одиноко проживающие, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Помогая, мусульмане не просто совершают доброе дело, но и исполняют волю Всевышнего. Ведь пятая сура Корана, Аль-Маэда, трапеза гласит «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». «Поздоровление, чтобы беды, невзгоды обходили ваш дом. Иншалла, вот, примите подарок, иншалла, небольшой. Спасибо. Вот в этот день. Спасибо большое. Аллах будет помогать своему рабу до тех пор, пока тот будет помогать своему брату. Поэтому, если мы будем ближним своим помогать, Аллах всегда будет нам помогать. Вот это слова пророка Мухаммада. Завершить передачу хотелось бы стихотворением известного персидского философа и поэта Амара Хайяма. «Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше возьмете тепла». Слова, сказанные много веков назад на Востоке, актуальны до сих пор и для каждого, независимо от его религиозной принадлежности. Ведь помогая друг другу, мы остаемся людьми. С вами был Валерий Усманов. До новых встреч на телеканале «Вектор-24».